МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. На юг Беларуси надвигаются снегопады. Осадки будут идти весь день. Синоптики скорректировали прежний прогноз погоды из-за локального циклона, который пройдет между Пинском и Минском, а затем сместится в сторону Брянской области. Высота снежного покрова увеличится, на дорогах будет каша, а видимость ухудшится в разы. Снегопад прекратится только в ночь на четверг. Все остальное остается в силе, в частности, грядущее похолодание вплоть до крещенских морозов. Судя по прогнозам синоптиков, сильные снегопады не успеют испортить эстафету Олимпийского огня, которая на сегодня запланирована в Брянске. Знаменитый факел по четырем районам города пронесут более 150 человек. В праздничных мероприятиях примут участие и белорусы. Национальные колориты и культуру нашей страны во время эстафеты будут представлять детский ансамбль хореографической школы искусств Гомеля и народный ансамбль танца «Полезские зори» университета транспорта. К слову, Гомельская область – ближайший сосед, с которым у Брянского региона тесны экономические и культурные связи. И нынешние выступления – уникальная возможность белорусских артистов вписать свое имя в историю Олимпиады Сочи-2014. Представительство Всемирного банка в Беларуси отныне будет возглавлять южнокореец. Назначение Юнг Чул Кима на эту должность вступает в силу сегодня. Ким начал работу во Всемирном банке в 1986 году и с тех пор занимал различные должности в отделах экономического прогнозирования и международной экономики. Добавлю, представительство Всемирного банка в Минске было открыто в середине 90-х. На данный момент его инвестиционный портфель в нашей стране включает пять проектов на сумму почти в 550 миллионов долларов. Между тем, Беларусь исполнила свои обязательства по кредиту стендбай Международного валютного фонда. Погашена очередная часть основного долга. Сумма выплаты составила почти 100 миллионов долларов. Кредит в 3,5 миллиарда долларов позволил стране в свое время обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной политике. Добавлю, пик выплат по долгу пришелся на 2013 год. Минск вошел в тройку самых посещаемых россиянами городов СНГ в ушедшем году. Кроме столицы Беларуси в лидерах также Киев и Одесса. Наибольшей популярностью у российских туристов пользовались Свято-Духов, Кафедральный собор, театр имени Янки Купалы, Пищаловский замок, Хобелиск на площади Победы и Троицкое предместие. Первые в Беларуси электронные проездные поступят сегодня в продажу в Минске. Напомню, с февраля в столичных трамваях наряду с разовыми талончиками можно будет использовать бесконтактные смарт-карты. С этого же дня контролеры в транспорт будут заходить с переносными устройствами, позволяющими определить оплату проезда. Добавлю, оснастить электронными компостерами и валидаторами все автобусы и троллейбусы планируются к 1 марта. Таким образом, будет дан старт опытной эксплуатации системы, которая полноценно должна заработать уже к маю. Купаловский театр сегодня покажет спектакль Николая Пенигина «Пантадеуш». Сценическую версию поэмы Адама Мицкевича поставят впервые. Посмотреть ее можно будет до 17 января. Действия в шляхетской истории происходят в течение пяти дней 1811 года и одного дня 1812. События разворачиваются на берегах Немана накануне прихода Наполеона на наши земли. Впервые в оформлении спектакля используется видеопроекция. Также сценическое действие будет сопровождаться отрывками из фильмов «Пантадеуш» Анжи Вайды и Ричарда Ордынского. После Минской премьеры постановку увидят в Париже, где 180 лет назад гениальный поэт написал свое произведение. На этом у меня все. Оставляйте свою информацию по телефону горячей линии, а также по адресу в интернете – ctv.by. Всего доброго и до встречи в 13.30.